Об изменениях в получении виз россиянам и других темах поговорим с чрезвычайным полномочным послом Украины, членом Союза дипломатов Александр Левченко. Присоединяется к эфиру Freedom. Александр Михайлович, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, приветствую вас. Александр Михайлович, что ж, соглашение об упрощенном визовом режиме ЕС России может перестать действовать уже 12 сентября, с понедельника. Из основного, стоит снова перечислить, до 1 миллиона шенгенских виз, которые уже на руках у россиян могут быть пересмотрены. Увеличивается визовый сбор, сроки выдачи и долгосрочных виз станет также меньше. Как в целом вы оцените такое решение Европейского Союза? Ну, это сигнал российским гражданам, это сигнал Кремлю. Кстати, Москва очень нервно восприняла это решение, потому что оно касается ее граждан. Это неудобство, очень серьезное неудобство для нескольких миллионов россиян, которые привыкли путешествовать. Это не бедные люди, то есть у них какой-то в обществе есть статус. Они любят свою жизнь, любят деньги, любят их тратить. И вот, оказывается, Кремль ведет страну не в том направлении, их ограничит возможности где-то бывать, знакомиться с культурными достижениями Парижа и Лондона, быть в ресторанах Испании и Италии. Так что сигнал серьезный послан российским гражданам. Страна идет абсолютно в неправильном направлении. И это сигнал только для того, чтобы они наконец-то стали думать своей головой о том, что надо как-то влиять на официальную политику Кремля. Александр Михайлович, позвольте я вас дополню сейчас. Вот вы правильно все говорите, но Владимир Зеленский, президент Украины, тоже сказал, что, конечно, то, что приняла Еврокомиссия, это еще не полный визовый бан, но это уже демонстрация гражданам государства-террориста, что они несут определенную моральную ответственность за агрессию против Украины и всей Европы. И сейчас такая ситуация, что нельзя помалкивать и не противодействовать террору. Если продолжить вашу мысль, вот как вы считаете, россияны сейчас способны на это противодействие, а не на молчаливое согласие с политикой Путина? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы российское общество проявило свою гражданскую позицию. Страна, российская федерация напала без повода на соседнюю страну. Ранее декларированный дружественный народ уничтожает наше хозяйство, убивает наших детей, насилует наших женщин. Это страшные вещи, которые происходят. А они себе путешествуют, живут своей жизнью, смотрят телевизор. В общем-то, все как бы их устраивает. Но не устраивает тех людей, которые понимают, к чему это все ведет. Поэтому Путин сам по себе не уйдет. Ему кто-то должен сказать, что это катастрофическая политика. Ему говорят европейцы, ему говорят американцы. Но прежде всего об этом должны говорить граждане страны под названием Российская Федерация. Если же они настолько поддерживают политику Путина о ведении войн против соседних стран, первой цепочки которой Украина, тогда надо нести вместе с Путиным ответственность. И, так сказать, ограничить себя во многих вещах. Значит, уже так просто ездить за рубеж не придется. Потому что Европа вас не примет. Может быть, там другие страны. Северная Корея, может быть, Никарагуа, может быть, там Иран. Но не Европа и не Северная Америка точно. Студия. Александр Михайлович, вы как считаете, все эти люди, которые не согласны с тем, что происходит сейчас в их стране, они все же останутся при своем мнении и будут это обсуждать на кухне? Или все же выйдут на улицы и скажут об этом власти, которая, по сути, и привела страну к тому, что вокруг этой страны сейчас этот железный занавес? Ну, знаете, в советские времена, когда бы он не согласен, хотя бы на кухне разговаривали. Сейчас у россиян даже на кухне никто ничего не обсуждает. На всякий случай. Либо это безразличие, либо боязнь, либо деградация. Общее общество. Это очень-очень опасно. Поэтому вот этот шаг Европейского Союза только для того, чтобы наконец-то они начали думать своей головой, начали предпринимать хоть какие-то действия, хотя бы на кухне обсуждали это все. Я далек от мысли, что они выйдут с транспарантами и так дальше. Уж 20 лет зачищался информационно-политическое пространство страны. Всех недовольных сажает. Всех недовольных могут дать от 7 до 15 лет. Это очень много, поэтому так просто выходить на протесты. Люди где-то и побаиваются. Но вместе с тем что-то должно побудить людей, чтобы менять ситуацию. Поэтому вот санкции есть экономические, есть финансовые, есть секторальные, есть персональные. Вот есть и визовые санкции. Вас устраивает ситуация, что у ваших граждан уже 50 тысяч российских солдат убито на украинском фронте. Вас пока это устраивает ситуация, но молчите дальше. Но в Европу вы уже будете ехать, так сказать, через одного. И не быстро. И не за мелкие деньги. Собственно говоря, ответственность за политику нужно, понимать, нужно нести всем. Как бы в 2007 году привели этот фактически маловизовый режим, почти безвизовый, из-за того, что считали Россию демократической страной, страной, которую нужно уважать, страной, которой граждане сознательные, с активной позицией, европейской позицией, потому что они ездят в Европу. Но если вас европейская оппозиция не интересует, если вас на телевидении каждый день Европу критикуют, называют ее загнивающей, ну, пожалуйста, ездите в ту страну, куда вас ждут. Их не так-то много. И там не так-то интересно. Поэтому, наконец-то, нужно занимать какую-то позицию, понятие о том, что страна движется в абсолютно неправильном отношении. Украинский народ от политики, которой ведет Путин, страдает. Мы по косточке в крови. Мы оплакываем каждый день наших погибших. Мы теряем наши каждый день ресурсы. Русские ракеты расстреливают наши предприятия, нашу инфраструктуру. Конечно же, мы уверены, что за это политическое руководство России понесет ответственность раньше или позже. Но мы хотим, чтобы раньше. А чтобы стало раньше, мы хотим, чтобы нам в этом помогли. Вы, наконец-то, сказали свой голос, дали свой голос против той кровавой политики, которую ведет Кремль. Александр Михайлович, вы уже упомянули о реакции России на это решение Еврокомиссии. В частности, сегодня уже отреагировал и Владимир Путин на восточноевропейском этом форуме. Он извинился перед Сергеем Лавровым, сказал, что МИД всегда действует зеркально, но он поручит Министерству иностранных дел проработать отмену виз для иностранных туристов в Россию и заявил, что надо быть погибче. Как вы считаете, к чему, в чем смысл таких заявлений? Путин считает, что... Не нужно показать, что и Россия как бы реагирует на то. Путин же молчит, что в России-то туристов западных-то уже и нет. Так в том-то и дело, кого он ждет? Толпы туристов? Туда особо никто, сюда никто не стремится, не стремится из ряда причин. А теперь это главная причина, то, что Россия развязала войну против европейской страны, страны-фундатора ООН, страны, которая во Второй мировой войне дала самый большой вклад в победу над фашизмом. Там 10 миллионов погибших, 14 миллионов демографических потерь. Вот у меня один брал Берлин, а второй погиб в партизанах. Мне очень интересно, что Путин там собрался у меня в стране делать деноцификацию. Но вы знаете, что, господин Путин, вы проведите деноцификацию у себя в стране. Потому что то, что мы видим и слышим на российском телевидении, это такого не было даже в советские времена. Это соответствует стандартам СССР во времена сталинизма. Поэтому все это не воспринимается ни Украиной, ни западным миром. С этим мы будем бороться. Мы не позволим, чтобы об нас вытирали ноги, чтобы нам угрожали. Но какие-то меры, которые дипломатического характера, вот они говорят о том, что визовый режим сокращается для поездок российских граждан. Хотят они сократить поездки в Россию. Ну, это их право, но все, как говорится, понимают, что это, так сказать, такие пустые слова. Сейчас в Россию никто не хочет ехать. Потому что Россия стала страной-изгоем. Все, что касается России, воспринимается сейчас в Европе с настороженностью. Все, что касается российских граждан, в большинстве своем воспринимается с подозрением. И виной тому ту политику, та политика, которую проводит официальный Кремль. Александр Михайлович, хочется у вас еще узнать и поговорить с вами о дипломатических перестановках, которые произошли на этой неделе. Известно, что в Москве ушел с поста посла США в России Джон Салливан. И практически одновременно Евросоюз сменил главу своей дипмиссии в Москве. Но вот если говорить о после США в Москве, в Белом доме уже уточнили, что пока не определились с кандидатом на эту должность. И журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники сообщает, что пост посла США в Москве может оставаться вакантным в течение нескольких месяцев или даже дольше, учитывая непростое состояние двусторонних отношений. Вы согласны с такой точкой зрения? Ну, конечно же, ту политику, которая ведет Кремль, который имеет наглость заявить, что он воюет США на территории Украины, понимаете, но убивает почему-то при этом украинских граждан, украинских детей, насилует украинских женщин и в своем информационном пространстве там бросает всякие рассказы о борьбе с американистами, там, американцами, европейцами, британцами и так далее. Все это мы не воспринимаем, все это не воспринимает Европа, все это не воспринимает Соединенные Штаты Америки. Не будут они сейчас, наверное, назначать посла. О чем он будет говорить и с кем? О каких вещах? Изменения политики агрессии пока не видно и близко. Поэтому было бы нормально, я не знаю, как будет решать Вашингтон, что какое-то время место поста будет вакантным. Что касается Евросоюза, то тут наверняка место будет, и уже известная кандидатура следующего преемника, кто будет заниматься делами в Российской Федерации Евросоюз. Пересматривать свою политику в отношении Российской Федерации, она уже далеко не дружественная, она далеко не партнерская. И можем сказать, что ту враждебность, которую демонстрирует Россия по отношению к большинству стран Европы, она находит и ответ у этих стран, и такой организации влиятельной и серьезной, как Европейский Союз. Европейский Союз формирует общую политику, он, конечно, хочет мониторить ситуацию, которая происходит в Москве. Все эти действия по отношению, так сказать, блокирования европейских стран по поставкам газа и так дальше, все это отслеживается и так дальше. Так что так, посол будет, у него будет хватать работы в этот зимний период. Между тем, мы должны понимать, что послы не всесильны. Все зависит от политических лидеров, какие они будут принимать решения, как Брюссель, насколько скоро Брюссель примет восьмой пакет санкций, понимая, что сейчас Россия абсолютно не реагирует на предыдущие семь пакетов санкций. Мы не видим ничего в изменении позиции России. Хорошо, идем дальше восьмой. Все мы хорошо понимаем, что санкции не остановят российскую агрессию, к сожалению. Но санкции приостанавливают развитие российской экономики, они делают жизнь россиян менее комфортной, они заставляют Россию думать о том, в правильном ли направлении она движется. Александр Михайлович, наверное, стоит отметить, что все сейчас верят и надеются в успешные контратаки вооруженных сил Украины, украинских сил обороны, и, возможно, именно их силы и изменят эту ситуацию, которая сложилась в Украине. Александр Михайлович. Да, это, безусловно, самое большое влияние будет состояние на фронте, оно меняется. Первая русская революция 1905 года, после поражения в русско-японской войне, 1904-1905. Вторая революция – это поражение на фронтах Германии и Австро-Венгрии. Третье поражение в Украине – это не просто изменение политического курса. Путина вынесут вместе с его окружением, окружением его окружения, всех этих политических присосков и так дальше, которые пьют кровь с российской экономики и так дальше, потому что уж это российский народ не простит, вот это как военную авантюру. Мне это, к сожалению, неприятно говорить, о том, что их поражение только что-то вставит им в голову. Но, очевидно, наши вооруженные силы – это самые лучшие санкции для изменения позиции. Абсолютно с вами согласен. Александр Михайлович, спасибо вам большое за ваши комментарии. Александр Левченко, чрезвычайный полномочный посол Украины, член Союза дипломатов, был с нами в эфире «Фридома». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!